Центром внимания кибероскяров оказалась не только Талмод, о которой мы говорили, но и вся армянская кухня в целом. Стоит ли попрекать едой? По-моему, некрасиво. Тем не менее, там, на Абшироне, видимо, в информационной войне все средства хороши. Даже если приходится кидаться кусками хлеба. Настоящая тема нисколько не направлена в защиту армянской кухни, не будем опускаться ниже плинтуса до уровня кибероскяров. Мы хлебосольны, были и остаемся таковыми. Однако тарелочки после еды все же помоем и разложим по полочкам. Армянская кухня одна из древнейших кухонь в Азии и самая древняя в Закавказье. Ее характерные черты сложились еще по крайней мере за тысячелетия до нашей эры, в период формирования армянского народа и сохраняются во многом на протяжении более трех тысячелетий. При этом надо учесть, что армянский народ, вплоть до начала двадцатого века, находился в крайне неблагоприятных условиях, был лишен своей государственности, единства территории. Дело в том, что сложившееся в шестом веке до нашей эры армянское государство во втором веке до нашей эры разделилось на западную и восточную части и стало испытывать вначале зависимость от римлян. Вначале римлян, затем персов, византийцев, арабов, а с 7 века нашей эры на несколько столетий подверглось чужеземным завоеваниям, в том числе арабскому, монгольскому, турецкому, иранскому, тюркскому, чтобы было яснее. С 17 до начала девятнадцатого века Армения была поделена между Турцией и Ираном. В этот период хозяйства Армении, ее людские и материальные ресурсы пришли в упадок, но духовная и материальная культура не изменились. Не погибла и армянская кухня. Наоборот, армяне внесли свой вклад в кухню турок-сельджуков, так что многие истинно армянские блюда стали позднее известны в Европе через турок как якобы блюда турецкой кухни, например, та же долма. Более того, не только на территории, собственно, Армении, но и в многочисленных колониях, созданных в Азии и Европе, переселившимися туда армянами, то есть далеко на Чужбине, армянская кухня, как и другие национальные особенности армянского народа, сохранила свои типичные черты. Технологии приготовления армянских блюд, как правило, сложны и в ряде случаев трудоемки. Приготовление большого количества мясных, рыбных и овощных блюд армянской кухни построено на фаршировании, взбивании, приготовлении пюре, суфлеобразных масс, требующих больших затрат времени и труда. Итак, армянская кухня располагает разнообразными по составу блюдами, отличается сложной, богатой и, можно сказать, даже утонченной вкусовой и ароматической гаммой. Эта гамма, конечно, создается не только в результате своеобразных технологических процессов, она в значительной степени обусловлена самим составом пищевого сырья. Армянское пищевое сырье стабильно на протяжении многих веков, оно целиком связано с природными условиями армянских Нагорий и на территории современной Турции, также и восточной Армении, на территории современной Республики Армении, Арцаха и Араратской долины. Древнейшее развитие скотоводства на армянских этих Нагорьях постепенно привело к чрезвычайному разнообразию культивируемых видов домашнего скота и птицы. Армяне разводили и разводят коров, овец, свиней, индей, кур, гусей, уток, а скотоводство стало тоже источником разнообразия молочных изделий. В основном сыров, а также кисломолочных продуктов, являющихся производными мацуна или же его сочетания в разных пропорциях со сладкомолочными продуктами. И это не вся гамма армянской кухни. Утверждение о том, что армяне переняли азербайджанскую или турецкую кухню также обречены на провал, как утверждать, что Арктика или Антарктика одно и то же, одинаково холодно. Поясню. Не будем забывать тюркское прошлое. Эти народы – кочевые племена, вышедшие из Алтая и Юго-Сибири. Самые продвинутые из них – это современные турки, крымские татары, булгарские татары и тюркские народы Кавказа, которые осели раньше. Азербайджанские же тюрки, туркмены, казахи, кыргызы осели позднее. Некоторые из них до сих пор кочуют в Иране, Афганистане, Средней Азии, Монголии даже. Рацион кочевников состоял, как вы понимаете, из подручных продуктов. Такими подручными являлись продукты животного происхождения – это мясо, бульоны, молочные продукты. Овощеводством тюрки не занимались. Соответственно, овощи не входили в рацион тюрка. Из растительных продуктов наиболее популярными были дико произрастающие ягоды, травы, которые тоже использовались в пищу вкупе с вареным или жареным мясом. Жареным или печеным. Законодателями потребления мучных продуктов среди тюрок первыми стали уйгуры. Они ознакомились с китайским хлебопечением и стали широко потреблять в пищу изделия из теста. Добавляли раскатанное тесто в мясные бульоны, отваривали и поглощали с вареным мясом. Так возникло блюдо популярное у йогуров, казахов и каргызов – бешпармак, что в переводе с тюркского – пять пальцев. С намеком на то, что кушать следует это блюдо пятью пальцами. Тесто тюрки стали не только варить, но и обжаривать небольшими кусочками на курдючном сале. Такое блюдо называется баурсак. Оно тоже распространено среди казахов и каргызов. Вся остальная кухня состоит из мяса и молочных продуктов, козы, конская колбаса, например, или кордак – конские жареные внутренности. Иной раз бывают и овечьи жареные внутренности, и говяжьи, и так далее. Более обогащенная кухня у тюрок, оседших в самом сердце персидских владений. Это узбеков, каракалпаков и туркмен. Здесь привнесенная из далеких степей собственная еда переплелась с иранской. Именно поэтому у современных узбеков масса схожих блюд с таджиками и раноязычными автохтонами Средней Азии. А у каракалпаков и туркмен кухня переплелась с иранской и почти не отличается от нее. Плов, как иранское блюдо, постепенно стал облагаться навицательным узбекским, туркменским, каракалпакским. Каждый народ стал привносить в это блюдо какую-то свою изюминку, по которой стало возможно отличать, скажем, узбекский плов от туркменского и так далее. Кухня турок, осевших, вернее не турок, чтобы яснее было, кухня тюрок, осевших на северо-западе Ирана и вовсе иронизировалась. Это тюрки современной республики Азербайджан и азеритюрки Остана Азербайджан в Иране. Так как большая часть азеритюрок до конца 19 века еще продолжала жить в шатрах, юртах, а пища готовилась на кострах, то возникновение самого термина «кухня» также проникло к ним из персидского языка. Именно по этой причине на азербайджанском языке кухня звучит, как и на фарси, «нэкдах». Хотя оно в само фарси тоже проникло из арабского языка, но на фарси тоже имеются свои несколько вариантов названия «кухни». Факт в том, что у самих азербайджанцев нет собственного тюркского наименования «кухня». С возникновением собственного медбаха и постепенной оседлости почти вся кухня Ирана стала использоваться и азеритюрками. Примечательно, что упрекая армян в якобы тюркских названиях блюд, сами азербайджанцы называют ряд своих блюд на персидском языке. Например, гогал, шакер-бура, люля-кебаб, кефта, кутаб, мутаки, шербет, дошап и другие. Все эти блюда имеют иранские названия. Этимология – этимология. Про шакер-буру мы как-нибудь еще поговорим. Кстати, насколько я знаю, на тюркских языках правильнее сахар говорить «кант», а вот «кант», «кант» везде по-разному. Что касается шакер, это исключительно индоевропейское слово, и если привести аналогии, это можно понять. Например, на иранском языке «сахар» – «шакер», как и на армянском «шакер». Единственное, там с ударением только есть. По-русски, смотрите, как похоже. Шакер – «сахар». Или, например, по-болгарски «сакар». Или, например, на английском, да, «сюгэ», и так далее, и так далее. И корень вообще лежит, это песковой сахар, так называется. Корень связан, уходит далеко в Африку, на пустыню Сахару. Песок на арабском – «сахара», ас-сахара. И слово «песок» переросло в индоевропейского на шакер, на этот сладкий продукт, добываемый тростником или еще каким-то материалом, свеклой, например. Так и зародилось у индоевропейцев это слово. Так что «утюрок» – «шакер» – это исключительно индоевропейское слово, и оно никак не могло быть. «Кант» – да, но не «шакер». Что касается второй составляющей «шакер» – «бура». «Бура» – это уже сахар на языке «пушту». В Афганистане, например, те, кто говорит на «дари», говорят «шакер», кто говорит на «пушту», говорят, значит, «бура». Так что мы немножко отошли от темы и продолжим дальше. По поводу армянской кухни мы поговорили, продолжаем говорить о тюркской. Так вот, кухня современных турок. Такое богатое снабжение, ну, сами понимаете, откуда оно возникло. Возникло прежде всего в Османской империи. Сами тюрки и сельджуки пришли на эти земли со своим мясомолочным добром. Позднее это добро приукрасилось кухней народов Византии. В частности, греков и армян. Тех народов, в большинстве которых жили на этой территории до нашествия тюрок-сельджуков. С расширением Османской империи в кухню османов, а точнее на кухне султана, стали готовить балканскую еду, арабскую еду, римскую, или как там сейчас называется, итальянскую, курдскую, иранскую и прочую. Султаны очень любили лакомиться. Поварами султанского дворца служили представители многих народов. Так и возникли в современном турецком меню и армянская толма и ката, и иранская пахлава и халва, греческая пита, арабская джазирье и ракия. Современную турецкую кухню можно смело называть такой антологией кулинарии Ближнего Востока и Малой Азии. Не исключено, что потомки тюрок-огузов, азербайджанцы и турки суп называют чорба от армянского чур, вода, бульон. Персизм здесь исключен, так как персы называют суп, бульон, абгушт. Аб это вода, а гушт это мясо. Поэтому наиболее правильным было бы тюркам называть супы, например, шулюм, как это делают в Средней Азии. Думаю, это исконное тюркское слово, так как у троюродных братьев тюрок-монгол супчик именуется шуль, что фонетически тождественно шулюмом. Все это не значит, что турки нахлебники. Они тоже из своих степей привнесли многое в Малую Азию, Армению, Грузию, Россию и вообще на Кавказ. Многие из автохтонов этих регионов даже не догадываются, что кефир, к примеру, изобретение современных карачаевцев, Балкар, тюрок, кстати. То же самое и хинкал, который отлично прижился у грузин и у ряда кавказских народов. Хинкал берет начало от мант, но в отличие от последнего, готовится не на пару. Также очень хорошо прижилась в Армении и в армянской кухне бастурма. А ведь это колбаска тюрко-копчакского происхождения. Еда тюркского всадника. И изначально она готовилась совершенно безаппетитно. Отправляясь в дальний путь, воин тюрок снабжал себя мясом. Разрезал длинными узкими кусочками свежее мясо и раскладывал их на спину коня. Затем ставил сверху седло, садился на него сам и отправлялся в путь. Со временем мясо под седлом и весом всадника придавливалось к спине животного, высушивалось таким необычным способом. А протухнуть мясо не позволяла соль, вырабатывающая вместе с потом коня и впитывающиеся в эти кусочки. Такими были первые бастурмы, нынче приготовляемые совсем в иных условиях. В заключении хочу сказать, что несмотря на византийскую составляющую турецкой кухни, тем не менее именно турки собирают в Европе все лавры своей кулинарии. Теперь уже никто о корнях блюд не задумывается. Приготовили в Турции? Что же значит? Значит она турецкая, раз приготовили в Турции. Взять, к примеру, рецепт приготовления армянского кофе, который нынче именуется по всей Европе кофе по-турецки. А по-турецки потому, что впервые в Западной Европе в 1672 году Пасквиаль Харокян, армянин по национальности, взявший позже имя Паскаль, организовал в одной из торговых палаток на площади Сен-Жермен в Париже продажу кофе. В 1681 году он же открыл кафе «Регенс», которое существует в Париже на улице Сент-Онере до сих пор. И для Европы, естественно, он был турком. Это позже уже стало выясняться, кто он был по национальности. И не только сиятельным аристократам пришелся по душе необычный напиток, который, кстати, называли сначала «Черная кровь туземцев», потом «Сироп из сажи», а позже, уже в современные времена, кофе по-турецки. Простой народ тоже пристрастился к кофе позже. А так как Паскаль Хароникян был родом из Османской империи, способ приготовления его армянского кофе в современной Европе уже называется, к сожалению, кофе по-турецки. И таких примеров можно приводить сколько угодно. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ